я приветствую друзья я уже тут пару раз обещал насчет отчета карелина поговорить почитать его в принципе и немного прокомментировать карелин был руководителем одной из туристических групп которая феврале 1959 года проходила походом ну как правда южнее гораздо чем группа дятлова но примерно все равно где-то в тех местах так скажем потому что по тем краям знаете 100 километров это может как рядом и будет было бы интересно узнать почитать можно немножечко там его посмотрели что же там вот в этом походе что они описывают причем знаете ведь надо отметить что отчет составлен то ведь явно уже после того как группа дятлова погибла карелин он вернувшись с похода некоторое время прошло и он уже был на высоте 379 успели ли они этот отчет написать до того как принял участие в группе поиска или нет я сказать не могу может быть и кто-то другой этот отчет писал но еще раз хочу сказать что вот я так вижу стоит отчет написан уже на фоне знания группа дятлом погибло и нам вот как раз было бы очень полезно может быть понять ситуацию на тот момент именно в походах именно в этом времени в отношениях и так далее отчет зимнем походе 3 категории трудности по северному уралу сборной группы феврале 1959 года руководитель карелин в.г. на второй странице тут оглавление а на третьей странице мы видим рисунок сделанный на карте вернее на копии карты на кальке так называемый это обзорная схема района на которой было отмечено место ночевок и тот путь по которому они прошли выехали призыватели до полуночного добрались поездом дошли до чистопа и от чистопа уже пошли в юго-западном направлении пересекли визжай реку визжай вышли в элсу реке прошли по ней и спустились пересекая реку то есть в покровск уральскому по сути получается что они частично прошли также как группа сумкова но частично только не совсем группа сумкова она через там бурмантова прошла они срезали но потом они свернули и ушли уже вниз пошли по по пути той который ходила группа фоменко то есть вот они где-то эти два маршрута примерно объединили пройдя но заметим горе чистопа не подходили и вот кстати именно их воспоминания по горе чистопской и путают когда говорят что группу сумкова не пустили на гору чистоп но это а дальнейшем об этом поговорим до тартена как видите они не дошли по крайней мере судя по этой схеме но были относительно недалеко от тех мест где в это время находилась группа дятлова общая характеристика района походу район нашего похода северный урал от горы чистоп до горы генивкин камен маршрут походы провозим вдоль уральского хребта севера на юг по высоким вершинам района на маршруте встречаются и таёжные листа восточного склона урала и подгольцовый ландшафт и чисто среднегорные районы по административным отношением растут пролегает по издельскому и северуральскому района свердловской области и красновишерскому району пермской области физика географическом отношении маршрут пролегает по среднегорскому северо-тоезному ландшафт горы района сильно расселены долинами рек реки района принадлежат на западе к бассейну камы а на востоке к бассейну обе на западе кова вишера а на востоке лосьба и вдель климатическом отношении район похода делятся на два района западной с более мягкой и снежной зимой и восточной с продолжительной и суровой зимой район похода богат растительностью и животным миром в районе поход находится заповедник денежкин камень коренным населением района является коми ханты манси однако подавляющее большинство жителей района составляют русские коренное население этого района живет поселками две-три семьи поселки эти расположены далеко друг от друга культурный уровень коренного населения района еще не так хотя во многом уже сказывается благоприятная сила русской культуры основными культурными промышленность центрами района похода являются города и и североураль районные центры и делька город был учрежден в 1943 году является центром горной промышленности здесь забывают железные руды марганец огнеупорные глины мрамор яшму в городе сильно разви развито лесопиление вывеском районе широко распространены крупные лесоразработки и молочные животноводцы февероуральск как город был преобразован из поселка петропавловска в 1944 году расположен февероуральск 7 километрах от железнодорожной станции бокситы на реке вагран февероуральск является крупным центром по добыче бокситов на базе разрабатывал здесь месторождение бокситов красная сапочка работает богословский алюминиевый завод добывается уральские залезные руды разве также и лесная промышленность как мы видим ничего тут не говорится про золото урановые рудники и так далее там подумаем можете сказать секретно за ты чё ильдар ну трудно сказать насколько это все секретно было бы по крайней мере золото добычу могли бы написать в отчете потому что это не было секретной информации потому что все в округе точно знали где идет промышленная золото добыча есть какие-то золото обыческие рудники а вот руды до присутствуют но пока что-то я не замечаю каких-то вот секретных урановых рудников я вот сколько изучаю материал честно сказать так и не нашел где же здесь могло быть добывать уран да по версии того что секретный район по добыче урана и поэтому там значит шпионы туда ходили иначе дятлас и там чего-то караулили его там что-то охраняло но и все остальные версии то есть я хочу отметить что не упоминается никаких таких серьезных месторождений с какими-то такими серьезными полезными так сказать ископаемым что меня здесь еще привлекло внимание что упоминается еще и коми но коми это вот народность коми они жили я насколько понял западной стороны уральского хребта но вспоминаю что в поиска группы дятлова якобы принимали участие охотники коми про которых мы так и не знаем кто они где они чего они что они искали то есть по сути оттуда прийти таком это же может смотреть мясо и спрашивают а кто мог вот еще и народность коми там рядом было кстати вот говорят что русские две три по две три семьи там местами тоже где-то жили диагноз поэтому все время вот мне говорят когда спрашивают а кто может конкретно вот смотрите сколько людей жившие могли бы там находиться которые разбирались в этих местах могли прийти и уйти поэтому когда меня говорят что я сторонник версии манси вот я всегда говорю вы не надо на меня вот это вот вешать никогда не говорил что-то категорично манси история освоения изучения района похода до прихода русских в районе похода жили коми пермики манси вагулы и ханты остяки в конце тринадцатого века на урал проникает новгородцы которые пришли сюда запускнины путь проникновения новгородских купцов на урал пролегал по северной двине вы че где далее волоком на печору вверх по печоре затем по сугору а далее волоком на северную сось вот и вниз и симаби вместе с купцами уходил на урал и простой люд 13 века числе власти плативших дань новгороду были пермь печора югра 1430 году возникло русское поселение соль камская нанесили камск 1478 году с присоединением новгорода к москве весь урал стал подчиняться москве 80-х годах 16 века организован был поход сибирь под руководством ермака с присоединением сибири к москве усиливать заселение северного урала была основана умеет обычный путь и сирикамска в тюмень пролегал в районе похода вверх по каме и вишери волоком через уральский хребет а затем вниз по лозви тавди и таболу весь этот путь длиной около 2000 км нельзя было пройти в одну навигацию зимовать приходилось обычно в лозвинском городке основанном 1589 году при впадении реки и в день в реку лосьбу в конце 16 века был открыт новый более короткий удобный путь через реку туру и было провозно бобинова дорога через город верхотуре 17 и 18 веках основные пути через урал сместились еще ниже началось бурное развитие промышленности на среднем урале вместе с развитием промышленности начинается изучение края постепенно открывается промышленные предприятия на северном урале 1767 году был основан петропавловский медиплавильный завод особенность сильно усиливается освоение района похода в девятнадцатом веке 1820 году начальник богословских заводов бергер сообщил сведения о горах северного урала в том числе а денежки не камня 1830 39 годах район между хребтом чистом и вершиной денежского камня изучала североуральская экспедиция департамента горных и соляных дел сначала под руководством горного мастера протасова а затем горных инженеров стражевского и нестерова впервые эта часть урала была описана и внесена на карту протасова в 1838 году этот же район посетил профессор московского университета зуровский и дал первое комплексное описание физической географии северного урала 1847 1850 в годах была организована североуральская экспедиция русского географического общества под руководством профессора минералогии петербургского университета кофмана он в 1850 году проехал из чердыни вверх по вишере в ее истоках перевалил территорий хребет и продвигаясь на юг достиг денежки на камня 1872 году ботаник сорокин действительно член казанского общества любитель есть осознание совершил восхождение на денежкин камень и собрал там гербарий его честь назван проход между двумя вершинами массиве денежки на камне 1874 76 годах массив чистоп и денежки камень посетил ботаник крылок 1877 году эти места посетил ботаник и этнограф кузнецов многие карты этого района составил картограф и краевед кривощоков карты сопровождались пояснительным текстом после великой октябрь статистической революции изучение урала стала проводиться комплекса и планомерно большую роль в изучении района похода сыграла уральская комплексная экспедиция академии наук цср которая работала несколько лет начиная с 1939 года а также некоторые экспедиции уральского филиала географического общества настоящее время в районе походит приходят большие поисковые работы геологов советские годы выросли марганцевые рудники полуночного и северного второго открывается и разрабатывается все новое месторождение железной руды по плану развития народного хозяйства будет построена железная дорога от станции полуночная на салихард и воркуту то еще более усилит развитие этого района изучение более северных районов интересная историческая справка я там по ермакуц не совсем конечно согласен как то надо будет тоже на эту тему поговорить но это лад сразу хочу обратить внимание что только в девятнадцатом веке эти места стали более менее изучаться это к вопросу о том когда была окончательно захвачена тартария да вы уже поняли наверное мой намек и мои мысли но это как бы не имея сейчас пока к этому отношения что они говорят полуночные северный 2 это рудники марганцевые марганцевые железные руды там еще ни о каком золоте не ведется никакой речи постоянно там ходят геологи вот на 41 там действительно присутствовали геологи нахождение геологов а эта территория это было естественно и само собой разумеющимся поэтому всегда мне говорят а что там они делали чем там да не искали жарились полезные ископаемые и видимо не очень-то и нашли растам как промышленности не развелась там занят никаких то серьезных промышленных объектов правильно до сих пор но еще раз хочу подчеркнуть я пока не увидел здесь каких-то в описании вот на тот момент серьезных промышленных объектов ну про баз военные полигоны тоже ничего говорить не буду мы они могли не описывать но ничего вот указывающие на наличие золотодобычи на наличие урановых родников пока я не видел физико-географическая характеристика район похода рельеф район похода геоморфологическом отношении относится горному типу в нем резко обособлена горная полоса пролегающий с север на юг по обе стороны от этой горной полосы располагается увалистые или холмистые склоны переходящие далее в сильно пониженные предгорье с пологим рельеф горная полоса с ее высокими хребтами и увалами служат водоразделом между бассейнами обе и волны в горной полосе четко выделяется два крупных хребта под водораздела проходит главный уральский хребет отдельной части его имеет свои названия осевая линия главного уральского хребта проходит с юга на север по уральскому хребту хребту хаватумб массиву ялинг нью-йор и горы айхачакур массиву гумкапай главный уральский хребет имеет боковые отроги западных склонов к последним относится хребет белый камень расположены между речи путва и большая и малая чурала большая и малая рассуха массив март город горы мартай расположены в излучине вёлся и ограниченной рекой марта ихай т-образный отрок чувальского и тулынского камней отрезанные 2 1 5 долинами большой мой вы на севере и вёлся на юге хребет яной ешмы прилагается схема всех этих хребтов перечисленных видимо именно вот здесь раз они проходили район похода они его и обрисовали восточно-главно-уральского хребта параллельно ему тянется восточный придуральский хребет состоящие целого ряда отдельных горных массивов вытянутых цепочкой и разделенных несколькими глубокими речными долинами в него входят с юга на север хребет еловая сопка массив денежки на камня хребет тараньер хребет контнер хребет кошма и хребет чисток между главным уральским и восточным придуральским хребтами располагается узкая и глубокая межгорная как лавина занятая несколькими реками эти реки поворачивая на юг пересекает восточный придуральский хребет разделяя его на обособленные горные массивы большинство хребтов района поднимается выше границы леса и имеет плоские вершины особенно хорошо они выделяются при рассмотрении со стороны расстояния в километров плоскогорным хребтом относится к зато чисток тараньер такие вершины не всегда бывают горизонтальными наоборот многие из них имеет незначительный уклон в ту или иную сторону такие поверхности нередко переходят в крутые склоны хребтов значительно реже встречается районе от сроконечной вершины до отстреленными гребнями таким вершинам относится денежный камень и яунинг мир на склонах большинства горных массивов горной полосы имеется нагорные террасы они представляют собой своеобразные крупные ступени высотой до них десятки метров образуются они под действием морозного ветра не горных пород и особенно интенсивно протекающих верхних дольцевых участках высоких хребтов а также в результате по спину сползания образующих при этом обломочного материала такого медного сползания обломка благоприятствует частые замерзания и оттаивание грунта к востоку и к западу от горной полосы находится увалистая полоса но если на востоке это хомисту валится полоса выражена четко то на западе гористая полоса по спин переходят в холмистую из и установить четкую границы нельзя наиболее характерные элементы рельефа здесь является холмы и увал большинство увалов имеет меридиальное направление крупные увалы простираются в длину на 15-20 километров при ширине в несколько это очень часто встречаются увалы до 3-4 километров длиной и до 1 км шириной большинство увалов имеет куполообразные реза плоские вершины на вершинах встречается сильно выветренные скалистые останцы высотой до нескольких метров например на сам чахли и на большом лайсе средняя высота восточного увалитого склона 270 280 метров на западе холмистого увалитая полоса снижается и переходит слегка в холеную поверхность со средними высотами 200 метров сразу хочу прокомментировать рельеф часто зовут говорят со мной спорят что вот на склоне обязательно должны были поставить палат туристический поход у группы дятл обязательно подразумевал восхождение смотрите они ходили в эти места из-за действительно сложности и ну как бы вам сказать но посмотреть заодно понимаете это не было не просто себя проявить а именно пройтись разнообразие лес горы реки и вот гор здесь очень много то есть пройти в походе я вот чё хочу сказать и не зайдя ни на куда не получается в этих местах то есть это не то что прям необходимой без этого просто было никак если бы они хотели ходить по местам негорным можно было к другую сторону до от свердловска поехать и там где-то по равнинным лесам походить но они же выбирали именно горное место сможет быть еще и и выбирали потому что там было легче ориентироваться и видите в лесу диму и горят ориентируется гораздо легче заблудиться может быть и это еще являлась причин то вот а вон видим вершину ориентир до дошли его там другая вершина дошли вот это еще способствовать могло именно выбор вот этих маршрутов но не для того они туда ходили что им обязательно 2 какой гору вскарабкаться они могли их просто обходить спокойно ну ничего страшно в этом не было поэтому я и подчеркиваю местность гористы только из-за этого они оказывались периодически на каких-то склонов и только поэтому они могли оказаться на склоне высоты 7 9 по причине того что им надо было куда-то про перейти но ввиду того что переходить через вершину тысячи с детям вообще не было никакой необходимости я еще раз хочу сказать что находиться им даже там не то что палатку ставить а им находиться было вообще не не нужно и не обязательно это еще один долг против того что они там ставили палат гидрография речная сеть района похода принадлежит бассейном обе и волги водораздела между пассеем проходит в районе похода по самым высоким хребтам и увалом для района похода характерна глубокая врезанность рек наличие скалистых обнажений по их берегам северная тошемка визжай висера и вдаль и другие реки носят типично горный характер они по розности местах выхода в горных пород на поверхность имеет камнистые галечные русла некоторые из них полноводные однако это наличие порогов мало пригодна для транспортных целей протекает реки глубоких круто склонных долинах летом по рекам сплавляют лес зимнее же время реки надолго оковываются льдом однако во многих местах особенно на перекатах реки не замерзают течение всей зимы зимнее время для рек района похода характерно мокрые наледи обращает на себя внимание различное расположение рек плане на западных и на восточных слонах уральского хребта для речной сети важно восточного склона уральского хребта характерно решетчатое расположение рек плане наиболее крупные реки здесь стекают на восток к ним относятся северная тошемка визжай с основными притоками полом тахтой и анчугом и в деле тальтия фигуль тан и сосва с кривым сосинским смотрите схему рисунка 4 ну и тут прилагается схема естественно на которую можно посмотреть разрисованы приблизительно как реки все эти протекают и растекаются но еще большее количество рек главным образом коротких протекает на север или на юг и впадает в главные реки таким образом на восточном склоне уральского хребта основная масса рек имеет меридиальное и перпендикулярно ему направление русла от них расположены в продольных долинах вдоль увалов а других поперечных долинах пересекающие увалы уклоны рек в речных долинах несколько раз больше чем в продольных поэтому перекаты чаще встречаются на поперечных участок рек чем на продольных участках на западном склоне уральского хребта мы имеем другую картину здесь основной водной артерии является река вишера протекающий севера на юг основные притоки и имеют также меридиальное направление ним относятся лапья липья большая моего вел с посьмаком и чуровом и уз мелкие притоки вишеры вас и основных ее притоков имеется широкое направление таким образом на западный склоне уральского хребта на является сложная лесочатая речная сеть реки западного склона урала многоводнее чем восточного склона в расчете на 1 кубический метр площади бассейна водосбор на реках западного склон составляет 7 10 литров в секунду против 4 литров в секунду для рек восточного склона характерная особенность рек восточное слово является их более быстрое замерзание и вскрытие чем рек западного склона но как мы видим тут очень много рек причем по обоих сторонах до лона то есть пройти не наткнулся значит на реку невозможно но в этом есть еще и плюсы то есть вас постоянно есть вода потому что речки явно почти горные на горных речках вода достаточно чистая питьевая в этом есть удобство то есть по сути в принципе вот этот районом возможно еще выбирались потому что зимой по замерзким рекам было удобно проходить а когда они были замерзли здесь были ориентиры горы была вода и без проблем до с питьевой водой никаких проблем не был лес то есть дрова вот так вот если рассудить я бы не сказал что вот эти места действительно они какие-то вы прям сложнейшие сложнейших плане людей которые постоянно ходят в походы где-то там ночует палатках в лесу зимой вполне нормальная пригодная для прохождения туристов маршруты можно прокладывать но если конечно не ставить палатки на склоне явное безумство когда у тебя есть гораздо удобнее ситуация поставить палатку внизу возле воды и с дровами спокойно воды печки значит переночевать климат на климат района влияет географическая широта рельеф местности и расположение по отношению к океанам 1 определяет собой приток солнечного тепла оставшиеся два определяют преобладающие воздушные потоки запада на урал влияет постоянно область пониженного давления над северной атлантикой поэтому в районе похода часто западные ветры на пути западных ветров имеющих большую влажность встает уральский хребет потоки воздуха поднимаясь по склонам гор охлаждаются и теряют влагу на западных склонах и вершинах дурали они приходят менее богатой влаги кроме того на распределение осадков влияет и высота местность в результате совместного содействия этих двух факторов горные районы и узкая полоса при горе на западе улазни значительно лучше чем равнины района к востоку от гор по этим за причину возникает различие в облачности увеличение области во все месяцы наблюдается по цепи гор и увалов а уменьшение и обуславливает ясную и морозную погоду преимущество в восточных районах мороз бывает наиболее жесткими продолжительными когда центр сибирского антициклона перемещается с южного урала в более северный широт нарушение типичном распределение давления а вместе с ними направление воздушных потоков неред нередко сопровождается неблагоприятным явлениями погоды похолоданиями и заморозками в теплое время года чрезмерной засусливостью или обыльным снегопадами зимой и продолжительными дождями летом климат района континентальной длинной холодной зимой 5-6 месяцев и с коротким теплым летом около трех месяцев средний температуру воздуха за год и в отдельные месяцы существенно различаются зависимости от широты и высоты местности над уровнем моря характерным является для района похода его углогодичное охлаждение кроме того горный район имеет меньшие годовые колебания температуры чем восточ количество осадков зависит от рельефа местность поэтому годовое количество осадков при совместном влиянии скороты и высоты места убывает направление северно-юг из запада на восток в результате чего на северо-западе годовая сумма осадков наибольшая а на юго-востоке наименьшая то есть где-то на северо-западе 500 600 миллиметров а на юго-востоке 350 380 миллиметров ну в сантиметрах это 35 38 сантиметров все это позволяет сделать вывод о возрастании континентального климата направлении северо-запада на юго-восток район похода целом относятся горно-уральской агроклиматической зоне для нее характерно является долгая много снежная зима и поздняя холодная весна прохладное короткое лето и ранее дождливая очень его с устойчивым свежим покровом в горах длится 170 175 дней а в равнинных восточных районах 150-160 дней этот период совпадает по продолжительности с периодом отрицательных средних суточных температур воздуха в горах восточных районах период отрицатель температур продолжается на 15-20 дней дольше периода со снежным покровом среднемесячно температура в воздух понижается от минус 8 в ноябре до минус 17 в январе затем идет постепенное повышение температуры и в марте она равна минус 9 как правило январь является самым холодным месяцем и ноги на наиболее холодным бывает февраль или декабрь до показатель характеризующий морозной зимы берется сумма отрицательных среднесуточных температур для района похода она составляет 1900 2000 градусов теплая зима она уменьшается на 500 600 градусов в холодную зиму увеличивается на 200 500 градусов абсолютно мином минимум температура в районе похода составляет минус 50 минус 52 градуса такие морозы были в декабре 1958 года одна тайзаки их выхода не будет непродолжительными и далеко не каждую зиму на западе района зима теплее чем на востоке средней температуры января чердынет минус 16 против минус 18 и 3 десятых и в деле на западе районов за зиму падает больше осадков чем на востоке то 40 миллиметров против 70 90 метров как правило больше половины осадков вода из первое месяце зимы сумма осадков за ноябрь и декабрь почти равна количество осадков за остальные три месяца зимы поэтому в первой половине зимы увеличение высоты снежного покрова идет быстрее чем во второй первой декаде марта снежный покров обычно достигает максимальной высоты далее идет постепенно уменьшение высоты снега за счет уплотнения а затем связи с таянием его зимний режим погоды сохраняется почти весь март хотя со второй декады марта и дневное время наблюдается оттепели часто интенсивного теперь марте обычно предшествует ранней весне вот видите чем полезно все-таки читать вот эти старые отчет как мы можем заметить например насчет снежного покрова они вот в этом отчете утверждают что снежный покров основном основная масса его упадает ноябре декабре потом за три месяца падает такое же вот количество снега как за ноябрь и декабрь в основном а ведь нас уверяет что буквально за февраль дороги со второго там по не знаю получается по по конец февраля выпала такая масса садку но по 26 февраля по крайней мере пока там не появились поисковики на ручье по крайней 3 метра снега выпало но это же противоречит тому что обычно происходит в этих местах и мы это можем увидеть из отчета карелин то есть это еще раз свидетельство о том что этот снежный покров который был над этой четвертой в ручье это искусственно засыпанный снег на по и закопали туда в этот снег они он не выпал каким-то умор чудесным именно вот в это место в одно по моему это было понятно всем почему об этом не догадались еще тогда мне вот непонятно до сих пор почему у того за карелина не возникли вопросы то там делают на такой глубине это четверг по холодам да он до 50 но этот холод вот видите был отмечен в декабре 58 они январе и не феврале опять не получается прям мороз мороз количество осадков с восточной стороны выпадает ремень за чем количество с западной но это и понятно то есть осадки ведь несет западные ветры западного направления то есть масса перемещается с запада на восток это влажная а то есть которые могут выпадать осадки до массов воздуха но они по дороге теряют на западном склоне основную свою часть а то что переваливается через хребет воздух то там уже их этих осадков впадает меньше вот по крайней мере так утверждает корее и опять непонятно но куда такие завалы снега и еще раз говорю поэтому я делаю выводу стоит относил он сделан был как раз вот где-то наверное в начале ноября раз он был немножечко на снегу то есть по первым выпавшим снегу относил кто-то сделал для каких-то целей а потом его облака получено завалило за ноябрь до декабрь за январь за февраль я только так могу сделать вывод на этом я сейчас пока буду прекращать чтение дневника потому что уже много информации для размышления уже много информации для понимания природы этих мест для понимания какие ресурсы были в этих местах чем люди занимались в этих местах какие люди в этих местах находились именно на февраль 1959 года дальнейшем я конечно продолжу чтение этого отчета пишите свои комментарии давайте обсудим давайте подумаем над тем что вы услышали подписывайтесь то еще не подписался а мне только остается сказать до новых 3 друзья